Итоги проделанной работы за 2023 год подводились на отчёте Министерства культуры Республики Южная Осетия. Как отметила в своём выступлении министр культуры Рада Загоева, по республике функционируют 118 учреждений культуры, библиотеки, дома культуры, музеи, хореографические и музыкальные коллективы и другое. В 2023 году в сфере культуры Южной Осетии отметили три юбилейные даты. Национальному музею республики исполнилось 100 лет. 85-летие отметил государственный ансамбль песни и танца «Симт». 55 лет исполнилось Схенвальскому музыкальному училищу имени Феликса Албурова. В отчётном периоде была запланирована и реализована насыщенная выездная и гастрольная программа. Организован цикл мероприятий – выставки, концерты, встречи, творческие и памятные вечера. Также, как отметила министр, расширяются культурные связи с различными регионами России и Абхазии. При содействии Министерства культуры были организованы благотворительные культурные мероприятия, вырученные средства от которых были переданы осетинским бойцам, участвующим в зоне боевых действий специальной военной операции на Украине, а также в поддержку детей, пострадавших от землетрясения в Сирии. В рамках программы обменных культурных мероприятий между Российской Федерацией и Южной Осетии налажены связи с коллегами из разных регионов Российской Федерации, что будет способствовать в дальнейшем тесному взаимодействию, интеграции в области культуры. Загоева отметила, что Южная Осетия – уникальная территория с множеством культурных и археологических памятников разных эпох. На территории республики насчитывается 1200 памятников культуры, истории, архитектуры, 128 памятников археологии. За последние годы многие памятники были утрачены, а большинство нуждаются либо в срочной консервации, либо в реставрации. Отделом исторического и культурного наследия систематически ведутся работы по выявлению и включению памятников в единый государственный реестр. По поручению президента, Министерство культуры совместно с другими органами власти разработали комплекс мер по благоустройству памятников государственного значения Южной Осетии и приводят их в надлежащий вид. На сегодняшний день в республике 64 библиотек. Книжный фонд – около 150 тысяч экземпляров. За год в библиотеках проведено 93 массовых мероприятий. Как отметили во время отчета, необходимо перевести библиотечный фонд в цифровой формат. 42% пользователей библиотеки составляют дети до 14 лет, поэтому большое внимание уделяется гражданско-патриотическому просвещению и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Снижение интереса к чтению – это общая мировая тенденция, объясняющаяся развитием информационно-коммуникационных технологий, но наши библиотеки стараются не терять своей актуальности. В 2023 году Республиканским центром народного творчества было реализовано семь крупных проектов. Кроме того, центром оказывается методическая помощь культурно-просветительским учреждениям, творческим коллективам. Министр культуры отметила в своем выступлении заслуги Нины Вальевой, художественного руководителя Государственного оркестра народных инструментов. Репертуар оркестра разнообразен, складывается из произведений мировой классики и современных композиторов. В прошедшем 2023 году Национальный музей отметил свой вековой юбилей. За год было организовано 11 выставочных проектов. Здание историко-краеведческого музея в поселке Ленингор обветшало. Появились большие трещины, отметила министр Загоева. Историко-краеведческий комплекс в поселке Ленингор. За отчетный период здесь велась также просветительская образовательная деятельность. Очень много было организовано мероприятий. По зданию историко-краеведческого музея в поселке Ленингор обветшало. Появились большие трещины. Из-за отсутствия элементарных климатических условий экспонаты музея приходят в негодность. Учитывая значимость данного объекта культуры, необходимо просить руководство республики срочно принять решение укрепить и отреставрировать стены, отремонтировать стоки, так как своими силами отдел культуры и администрация Ленингорского района не располагают. В ведомстве Министерства культуры функционирует 9 специальных учебных заведений. В отчетном периоде в театре состоялись 7 ярких премьер-постановок, которые были тепло приняты жителями и гостями республики. За отчетный период театр принял участие в нескольких престижных фестивалях. Разнообразие жанров, литературного материала и выступления на сцене известных актеров привлекает в театр зрителя разного статуса и возраста. Творческую труппу пополнили выпускники актерского отделения Югостинского госуниверситета. Насыщенным и богатым стал 2023 год для госансамбля песни и танца «Симп». В свой юбилейный год «Симп» представил несколько больших концертов за пределами республики. Танцоры покорили зрителя ритмичными движениями и яркими номерами. Также министр Рада Загоева сообщила, что Министерство культуры России приняло предложение об организации концерта ансамбля «Симп» в Москве. Для этой цели им представят концертный зал имени Чайковского. Президент Алан Гоглоев поблагодарил всех работников Министерства культуры за проделанную работу, несмотря на сложные условия. Министерство культуры России приняло предложение об организации концерта ансамбля «Симп» в Москве. Министерство культуры России приняло предложение об организации концерта ансамбля «Симп». Министерство культуры России приняло предложение об организации концерта ансамбля «Симп». Глава государства отметил юбилейный концерт «Симп» и признался, что выступление артистов вызвало у него огромный восторг. Министерство культуры России приняло предложение об организации концерта ансамбля «Симп». Но я уверен, что в Кахшеве я не снял, и я не снял. Я не снял. И я не снял. Я не снял. Но когда я не снял, что я не снял, что я не снял. Руководители подведомственных учреждений также задали президенту интересующие их вопросы, которые касались судьбы здания Хореографической школы-студий, Центра народного творчества, зарплат работников культуры. Президент Алан Гоглов внимательно выслушал каждого и ответил на все вопросы.